То, чего так долго опасались пенсионеры, инвалиды, да и все незащищенные категории населения, произошло. Центры соцзащиты стали массово отказывать им в начислении субсидий. Такая тенденция началась еще в мае, когда ужесточились нормы, согласно которым отдельные категории населения могут оформить получение государственной помощи на оплату услуг ЖКХ. Учитывая непомерные тарифы, это стало настоящим ударом для так называемых отказников. Проблема вот в чем. До мая 2018 года действовала логичная и понятная форма. Если в квартире проживают нетрудоспособные граждане, пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные, одинокие люди пенсионного возраста, то им полагалась субсидия в расчете 75 квадратных метров жилья. Если больше, то доплачивай. Но давайте учтем реалии. Большинство дисциплинированных плательщиков проживают в небольших квартирах и домах, а потому после повышения тарифов и вплоть до весны 2018 они могли путем обращения в органы соцзащиты легко оформить субсидию. Но правительство, как известно, легких путей не ищет и в мае прошлого года Кабмин внезапно решил ужесточить нормы получения госпомощи. Причем настолько ужесточить, что людям начали повально отказывать в начислении субсидий. Да и запутали систему настолько, что зачастую одинокие пенсионеры просто отчаялись, накапливая долги и рискуя на старости лет остаться без тепла, воды или света. Вот какие правила действуют сегодня. Важнейший фактор, при котором вы сможете оформить субсидию, это не площадь вашей квартиры, а количество людей, фактически проживающих в ней. К каждому члену семьи привязывается цифра чуть более 13 квадратных метров. И эти 13 квадратов может оплатить за вас государство. Дополнительно на семью можно накинуть еще 30 квадратных метров. Но разница все равно очевидна. Раньше субсидия начислялась на 75 квадратов, сегодняшний же ее размер в среднем вдвое меньше. Впрочем, у вас есть еще один небольшой шанс увеличить размер субсидий, если вы обратитесь в специальную комиссию и будете долго и нудно требовать дополнительной помощи. В таком случае вам могут увеличить площадь, отапливаемую за счет государства жилья, еще примерно на 35 квадратных метров. Но и эти цифры в целом уступают прежним действующим до мая 18-го. Эксперты называют новую норму и методы начисления субсидий дискриминационными. В чем заключается парадокс? Что одинокие граждане, пенсионеры, лица с инвалидностью, лица, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации в следствии длительного заболевания, вынуждены сегодня обращаться в комиссию, предоставлять необходимые документы, доказывать, что они оказались, да, реально в тяжелой жизненной ситуации для того, чтобы получить субсидию на сверхнормативную площадь жилья. То есть они утратили абсолютно безусловное право, то, которое им давало ранее действующее законодательство. В итоге, после ужесточения норм получения субсидий, отказов стало примерно вдвое больше, чем раньше. Причем отказывают чаще всего немощным пенсионерам и инвалидам, которые всегда исправно платили квартплату, а теперь пребывают в отчаянии. Первым забил тревогу народный депутат Сергей Кивалов. Он требует от правительства Владимира Гройсмана вернуть прежнюю норму, позволявшую оформить субсидию на жилплощадь до 75 квадратных метров и отменить поправку в привязке к количеству проживающих в квартире. Большинство малообеспеченных граждан, в частности пенсионеры и лица с инвалидностью, получают пенсию на уровне минимальной, которая сегодня составляет 1497 гривен. Таким образом, одиноким малообеспеченным пенсионерам, проживающим в домовладениях Одесской области, придется в среднем дополнительно заплатить еще более полутора тысяч гривен за услуги газоснабжения, что в среднем составляет 82% от дохода пенсионеров и лиц с инвалидностью. При этом правительство утверждало, что в случае, если стоимость коммунальных услуг составит более 15% дохода семьи, то необходимо оформлять субсидию, а в вышеуказанном случае только из-за занижения социальной нормы жилья для одиноких нетрудоспособных лиц, пенсионеры и лица с инвалидностью должны дополнительно оплачивать в среднем 82% от своего дохода, то есть всю пенсию приходится отдавать на коммунальные услуги. Таким образом, одинокие пенсионеры и лица с инвалидностью оказались в затруднительном положении. Отменив норму для одиноких нетрудоспособных лиц на получение субсидий на 75 квадратных метров площади своего жилья, правительство обязало лиц с инвалидностью пенсионеров обращаться в соответствующие комиссии для предоставления субсидий на дополнительную площадь жилья лишь в пределах 30% от общей площади. Это означает, что пенсионеры вынуждены оплачивать еще более 500 гривен за отопление жилья. Солидарность с требованиями Сергея Кивалова и в департаменте социальной защиты. Чиновники говорят, возвращение прежней, понятной и обоснованной нормы крайне необходимо. Мы бы хотели, чтобы норму 75 квадратных метров для тех семей, которые состоят из недуроспособных членов семьи, вернули. Почему? Потому что, как правило, это обращаются либо одиноко проживающие люди, либо пенсионеры, либо люди с инвалидностью, или супружеская чета пенсионеров, либо людей с инвалидностью. Если это нетрудоспособные люди, не работающие, как правило, у них доход идет, но только социальные выплаты и пенсии. Поэтому, конечно, все-таки для этой категории эта норма, она должна остаться. Заявления чиновников и экспертов, а также позицию Сергея Кивалова подтверждают и социологические исследования. Представители Южноукраинского центра этнических и политических исследований ЛАД пообщались на этой неделе с одесситами, опросили 800 человек и вот что выяснили. Почти 90% населения тратят более половины своих доходов на оплату тарифов, а если точнее, 47% одесситов тратят от 40 до 60% доходов на услуги ЖКХ. И почти 41% наших сограждан вообще 70-90% всех своих денег отдают за теплые батареи, свет и воду. Разумеется, неудивительно, что более 90% всех участников этого соцопроса считают действующие тарифы необоснованными и явно завышенными. Также выяснилось, что 39% горожан пользуются субсидиями на оплату отопления, 61% пока пытаются платить самостоятельно. Разумеется, есть среди таких и те, кто не платит вовсе. О последовательной политике народного депутата Сергея Кивалова о необходимости пересмотра норм оформления и начисления субсидий знают многие, более 72% опрошенных. Делаем вывод, о социальной справедливости думают не только пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные, но и все остальные граждане. 81% одесситов инициативу Сергея Кивалова поддерживают. Было выявлено, что порядка 90% людей тратят более половины своих доходов на оплату тепла в своих жилищах. Почти половина населения и запрошенных пользуются субсидиями. И, конечно же, актуальность запроса Сергея Васильевича Кивалова об изменении норм по определенным категориям инвалидов и малообеспеченных. Он более чем актуален в наше время, в нашем государстве. Подтверждают данные социологов и корреспондент репортера. На этой неделе мы пообщались с одесситами прямо на улицах города. Оказалось, проблемы тарифов и долгов по оплате за услуги ЖКХ близки абсолютно всем. На отопление большая часть или какая-то часть, ну, значительная часть зависит от газа. А газ завышен монополистами, фиртушами и тому подобными компаниями. Ну, собственно, он монополист, фиртуш, с Говори, с Порошенко. Поэтому суммарно коммунальные расходы завышены. Скажите, какую часть дохода Вы тратите на оплату счетов за отопление жилья? Больше половины или меньше половины? Все, не половину. У меня пенсия 1400. И она все уходит? Да мало, еще надо добавлять. Это вообще ужас какой-то. Ставьте ли Вы экономически обоснованными тарифами на отопление? Ну, чтобы я не выражался, вслух матом не хочется. Я бы сказал, да неудобно. Я просто глупую, что промолчу. Все, все необоснованно. За что ни возьмите. Самой большой ошибкой было отдать в частные руки свет, ну, электричество, воду, то же самое ЖКХ, отопление. Все оно в частных руках. И там смотрят на прибыль, а не на то, что вот люди. Государство социально отторгнуло этих людей. Они оказались сегодня на зачертой бедности, на грани выживания. И поэтому совершенно справедливо в депутатском запросе Сергей Васильевич ставит и формулирует четкие, конкретные предложения о внесении изменений в порядок назначения субсидий социально незащищенным категориям населения. Народный депутат Сергей Кивалов, отстаивая интересы простых людей, пенсионеров, инвалидов, требует от правительства не только снизить тарифы, но и упростить нормы оформления и получения субсидий. Учитывая важность затронутых вопросов, руководствуясь статьей 15 закона Украины о статусе народного депутата Украины, прошу вас внести изменения в постановление Кабинета министров Украины об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания от 6 августа 2014 года номер 409 об увеличении социальной нормы жилья для централизованного и индивидуального отопления до 75 квадратных метров для нетрудоспособных лиц, пенсионеров, лиц с инвалидностью, одиноко проживающих – один или два человека. Предусмотреть, что при назначении жилищной субсидии не учитываются доходы членов семьи и лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное фактическое место жительства отличается от адреса домохозяйства. Установить безусловное право на субсидии лицам с инвалидностью, больным онкологическими заболеваниями и другим малозащищенным слоям населения. Министр соцполитики Андрей Рева отреагировал на запрос парламентария. В нем одиозный чиновник, не раз делавший скандальные заявления и призывающий украинцев меньше есть, направил ответ парламентарию. Правда, его письмо скорее напоминает отписку, в нем лишь констатируются действующие нормы оформления субсидий. Но Сергей Кивалов намерен добиваться их пересмотра и не только в виде обращений, но и лично требуя от главы правительства, наконец, озаботиться проблемами людей, которые вынуждены выживать в нынешней европейской Украине.